Всем привет, дорогие господа! С вами ваш любимый блогер Александр Чишин. Я как раз сейчас решил обсудить такую интересную тему. Именно, как называется, страшно красивые. А, вернее, это просто, именно, мы поговорим о такой прослойке, ну, женского пола, который, типа, говорит, что, типа, сейчас якобы так модно. Именно, мы сейчас поговорим об этом. Погнали! Вот. Первое, начнём с чего, именно. Загар тела, именно. Многие, мы знаем, что, ну, сам по себе загар, это не так уж плохо в этом плане. Это, конечно, не так уж и плохо в этом плане. Но, главное, загар должен быть небольшой. Вот, знаешь, лёгкая смуглость должна быть. Ну, слегка. Во-первых. А, во-вторых, именно сейчас в моде популярен, кстати, между прочим, именно белая бледность, аристократическая бледность популярна в моде. В наши дни популярна. Ну, если ты хочешь загореть, я не против загорения. Надо просто чутка, чутка, так немножко подзагореть. Всё. А многие некоторые особи прекрасного пола, некоторые говорят, что, ну, хочется мне показать, что я была во многих странах, типа, хочу подзагореть. И причём они могут именно, что интересно, пропадать в солярии могут, что в результате. Благодаря этому они красят себя не аккуратно и смуглость, а такое, знаешь, лицо становится такое уж очень смуглое, что даже похоже больше, ну, как сказать, на лицо краснокожего, конечно, в этом плане больше похоже. И что в результате женщины это не украшает, мягко говоря, не украшает именно. Именно когда уж вообще, уж совсем загорел. Это вообще не украшает, это некрасиво. Между прочим, именно, что в результате как-то, ну, некрасиво просто в этом плане. Загорать надо чутка так, немножко подсмуглиться. А в целом, именно сейчас в моде популярна эти стекотические белизна. Вот. Потом, что ещё второе, именно, мы возьмём, именно из темы. Это у нас идёт такая вот, именно, шняга. Как, например, губы, именно. Многие, именно, сейчас, типа, некоторые женщины говорят, «Сейчас можно делать вот такие большие губища!» Именно. И такие большие губища, как у Чучундр из «Одна за всех», которые можно ими так делать. Именно. Что-то больше похоже на рот Крася, одним словом. Ну, может быть, конечно, Чучундры из «Одна за всех», может быть, они так и делают, конечно. Но это, скорее, больше ирония и стёб в этом плане. Именно. Который именно так высмеивается, на самом деле. А на деле-то, в результате-то, эта мода больно выглядит зашкварно. Одним словом, зашкварно выглядит. Именно. И стрёмно к тому же, вот именно. Потому что, именно, красота должна быть естественной в этом плане. Как бы сказать, небольшие должны быть губки, небольшими, вот. В результате. И вообще, желательнее вообще, чтобы красота была вообще более естественной в этом плане. Вот. И поэтому губки должны выглядеть естественно. А не как вот, именно, а не как рот рыбы. Которая в результате никакой красоты не вызывает, а только вызывает смерть. Но некоторые говорят, ну так модно. Так модно. Это вообще, это не модно, скорее всего, просто уродство. Вот и всё. Потом, именно, лицо. А лица, именно, знаешь, как бывает, некоторые девушки могут. Тонны тоналок напихать, типа, по всему лицу. Именно, напихать могут. И для чего, и зачем? Зачем тонны? Чё вы этим хотите сказать? Естественнее надо выглядеть. Красиво естественнее. Хорошо, именно, красота естественная. В этом плане, именно. А не, да и в тех, именно, тоналка, это и химия, в этом плане, и самые настоящие. Вот. И всё, именно, в этом плане. Вот, именно. Что ещё, например, именно, поговорим именно, именно, сейчас, именно, о груб... Именно, мы поговорим ещё и о том, действительно, что вот именно... Ещё некоторые говорят, что сейчас моды носить леггинсы. Во-первых, леггинсы, это не так уж и модно, в этом плане, я тебе скажу. Потому что, во-первых, именно леггинсы выглядят само по себе... Не, я не против того, чтобы девушки выглядели действительно как-то, ну, пошловато. Я не против в этом плане. Но, главное, именно, знаешь, ну, главное знать меру во всём. Потому что, если... Потому что для меня... Ладно, там, если бы ты, там, джинсы бы одел, или, там, это ладно ещё, в этом плане. Но леггинсы, само по себе, это, знаешь как, это выглядит как-то непонятно. То ли штаны, то ли брюки, то ли джинсы, то ли какое-то непонятно что в этом плане. И поэтому леггинсы, это, конечно, не знаю, кто придумал моду на них, Но, по мне, это выглядит как-то стрёмно и некрасиво в этом плане. Вот. Эти вот леггинсы, когда вот именно, выглядит как-то стрёмно, некрасиво. Да и непонятно что это, штаны это, или полуколготки какие-то непонятные в этом плане. Вот. И поэтому я не одобряю вообще леггинсы в этом плане. Да и к тому же, и на полненьких это нехорошо идёт, потому что иначе тебе будет выпячиваться в результате. Именно будете выпячиваться. Это некрасиво, и это дико в этом плане. Вот. И поэтому я леггинсы тоже не одобряю в этом плане. Вот. Потом ещё вот действительно. И каков именно позыв моих мыслей именно насчёт красоты? Красота должна быть естественной именно. Надо не краситься именно, как именно, как именно вождь какого-нибудь там племени какого-нибудь. Не, ни в коем случае. Надо именно исходить из естественной красоты, именно из естественного образа вот именно. Чтобы именно выглядеть естественно. Не делать ужасных губищ, как у Чу-Чундер из одной из всех. Там именно не переливать тон и тоналок именно. Именно. И загорать в меру немножко, так как бы сказать. Даже вообще желательнее даже немножко бледности добавить. И в результате именно... И вообще не одевать вот эти как его леггинсы и эти прочие. Потому что леггинсы по мне это зашквах. Самый настоящий. А одевать просто нормально. Там джинсы там или в юбке или... Ну чё обычно в этом плане. Вот. И не одевать здесь леггинсы. Вот всё. Вот такой мой позыв. Такое моё мнение. И как вообще выглядит идеал именно в моём представлении. Идеал именно девушки в моём представлении. Девушка должна выглядеть немножко там... Она должна красиво выглядеть. Должны быть длинные такие распущенные волосы. Именно лицо должно выглядеть именно естественно красиво. В этом плане. Вот. И в результате именно. И одеваться нормально. Вот и всё в этом плане. И... И всё довольно должно выглядеть женственно. Вот и всё. Это моё, конечно, личное мнение. Вы можете с этим соглашаться или не соглашаться. Можете ставить лайк. А может не... Можете дизлайки мне ставить. Да ради бога в этом плане. Я ничего против не имею. Просто главное это моё мнение. Вот и всё. Вот. Это такой вот мой идеал девушки. В этом плане. Как должна выглядеть вообще. И к тому же вот это вот... Вот это переливание тоналок. На хрена она вообще вам нужна? Именно. На самом деле вы все в молодости хорошо, красиво выглядите в этом плане. И это естественно. Вот именно выглядит красиво. Именно и без всяких тоналок и прочих. Вот. Именно. А то, что вы говорите... Ой, я хуже выгляжу. Ой, состарь. Это просто... Старь. Именно хуже вас делают. Именно... Именно комплексы вас хуже делают. Вот и всё. Именно. А без косметики можете даже ещё лучше выглядеть. Поверьте мне. Просто именно... Именно... Надо просто переставать комплексовать. Вот и всё. Ну, а в целом... Ну, это, конечно, моё мнение в этом плане. А если ты тоже так же, как и я считаешь, именно ставь лайк. Именно делись этим видео с друзьями. Именно ставь колокольчик. В целом вам пока. Удачи. И с вами был ваш любимый блогер Александр Чишин.